К вашему вниманию главный тренер команды Витязь Падонска Владислав Михайлович Тернавский. Пожалуй, давайте, наверное, выслушаем мнение об игре, а потом зададим вопрос. Ну, начало чемпионата. Раскладывалось, как сказать. С одной стороны, хорошо забили. В конце, немножко груз к нам потрепал, не забил нам. Чем футболь, это забитыми мячами, мы смогли забить. Курс не смог, поэтому мы выиграли 1-0. Года была непростая, я думаю, зрителям понравилось. Обилие опасных моментов, но нам немножко повезло. Вопрос. Сборы проводили, сколько сборов? Семь сборов проводили. У нас слабые соперники были. Мы ездили на Типыр. Там со мной были, там, такая, как сказать, КФК немцы. Команда 10-й дивизион, удар швейцарь. И потом с 5-го апреля мы приехали в Подольск. И с 9-го апреля тренировались на искусственном поле. Так что не удалось поехать на второй сбор, хотя хотелось бы. Скажите, и состав сегодня оптимальный был, или есть травмированный? На кого игроки основного состава? На кого вы инстрашиваете? Травмы получил Алексей Храпов. Играли последнюю игру. С луководицами сломал руку со смещением. Сегодня мы делали операцию. Так что не было храпов в основном защите. Тогда еще один вопросик. Ваши впечатления от качества весеннего курского газона? Отличное поле на данный момент. Мы, честно говоря, я не побоялся приезжать. Вчера мы тренировку проводили у себя на искусственном поле. Просто показывают физиологию. Если потренироваться один раз на натуральном поле, то на следующий день состояние футболиста будет плоховато. А разумку чуть понравится футболиста, но если мне понравилось. Есть? Ответим дальше вам. Спасибо. У вас такой играл футболист Максим Тищенко. Это легенда курского футбола. Все его помнят, любят, ценят. Я с ним созваниваюсь. Он сейчас работает или Влад, или Литвец. Душа команды, капитана. И на поле за его пределами. Ему еще было 17 лет, а мне 21. Динамоги в другом и мобиле кто-то был. Ну мы вас тоже помним, времен игроков. Фомене не слышно, конечно. Да и не точно. Помните, забил, забил в каком мобиле, в 2009 году еще. А когда все-таки люди придут смотреть футбол? Ну да, у вас или у нас? Везде. 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 Честно говоря, в ближайшее время, наверное, потому что что творится на стадионах. Что-то такое. Омол, эти драки с фанатами, это, конечно, раньше такого не было. И люди, я думаю, боятся ходить. С деприхами боятся ходить. Так, ну, все-таки играть надо. Да, я знаю, тут почему. Ну, играть тоже самое. Ну, вы видите, что сделали со Станта-Кон, что с Рубином сделали. Поменяли тренинг, все, и Рубина нет. Скажи, пожалуйста, вам понравилось судейство, все лично. Так, Натурич, что в нашу сторону, что в вашу, честно говоря, это красавчик. Вопросы? Объективно всегда суживают. Если плохо суживают, то он, если хорошо. Погодите. Почему? Так, я тут руководитель, на другую. А игра? С точки зрения тренера можно понять. Ну, я же вам сказал, играть понравилось напряжение. А троечку? Не, ну, судейство на троечку. И вы могли забить, и мы могли забить. Пошло такое впечатление, что игра закончится без единой желтой карточки. Ну, я боялся, чтобы травмы не было. Вот нюанс получился в Антаре. Все, спасибо вам. Все, спасибо вам.